Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. 1 июня 1804 года, то есть ровно 220 лет назад, родился великий русский композитор Михаил Иванович Глинка. Человек, создавший национальную оперу и оказавший определяющее влияние на всю школу классической русской музыки. Да, родился Глинка в селе Новоспаска, это на Смоленщине. Почему я говорю, оказал решительное определяющее влияние? Ну смотрите, в литературе у нас был Александр Сергеевич Пушкин, в театре Александр Островский, а вот в музыке Михаил Глинка. Все они примеры подлинно национального гения. Ну как в Испании Сервантес, а в Германии Гёте. Вообще вот эти вот споры о том, национален ли гений, ведутся уже много десятков, а может быть и сотен лет. Но казалось бы, актуальны ли эти споры сейчас? Ну во-первых, времена такие, когда не о Глинке говорят, а совсем о других, куда менее значительных персонажах. Плюс размытие границ, пресловутая глобализация, толерантность и так далее, и так далее. Но с другой стороны, смотрите, мы видим, как сейчас границы, к сожалению, проходят через линии разделения по крови. Так что вопрос национален ли гений, кому он принадлежит, что он несет в своей стране и миру, кому прежде всего должен служить. Вот эти все вопросы приобретают новое звучание. Есть еще один важнейший момент, почему я сделал, собственно, эту передачу, одна из причин, касающийся прочтения, нового прочтения великого наследия Глинки. Ведь смотрите, мы находимся, очевидно, в столкновении цивилизации. Ну это столкновение то слабее, то сильнее, но оно никуда не уходит. Мы живем в нем, нравится это кому-то или нет. Тем более сейчас, когда нам 40 тысяч раз со всех утюгов, что называется, повторили, что Россия бросила вызов однополярному миру, проклятому западу, бла-бла-бла-бла-бла. Знаете, история удивительным образом повторяется. И вот, казалось бы, сейчас мы должны увидеть новый русский кинематограф, новую русскую литературу, новый русский театр. Хм, вот только спрашивается, где все это. Поднимите нам веки, что называется. Так давайте зададимся вопросом, можно ли создать абсолютно новое, только свое, в отрыве от всего того, что было до этого. Ну, сразу скажу, крайне маловероятно. Таких людей, которые создали свою вселенную, свой мир, было за всю историю человечества, ну, не знаю, 5-7. Даже Иисус Христос, лучший из лучших, когда проповедовал Нагорное проповедь, да, имею в виду, и то отталкивался от Моисеевых заповедей. А вот накопить, осмыслить, использовать опыт, чтобы создать действительно свое, настоящее, это путь куда более распространенный. Однако его пройти в полной мере весьма-весьма и непросто. Ну, в литературе, опять же, таким был Пушкин, в музыке Глинка. Вот действительно Михаил Иванович смог объединить наследие двух великих культур, русской и европейской. Из них он создал одно, то, что до сих пор восхищает, питает всех нас, вдохновляет и в России, и по всему миру. При этом надо сказать, что вот традиции, опыт двух этих культур Глинка впитывал, что называется, с детства, с измольства. С одной стороны, сначала была крепостная женщина Авдотья Ивановна, которая воспитывала мальчика в доме его бабушки. Глинка был болезненным мальчиком и был отдан на воспитание бабушке. Авдотья Ивановна читала ему русские былины, сказки, пела русские песни. А вот затем, когда Глинка вернулся в отчий дом, там была француженка-гувернантка, которая занималась с Михаилом иностранными языками, рисованием, географией. В общем, две культуры сразу же с детства соединились в Глинке. Ну и, конечно, надо сказать, что классическое, школьное, очень достойное образование. Михаил Иванович, тогда Михаил, просто Миша, получил в Петербурге, в пансионе при педагогическом университете. И, конечно, отдельной строкой шли занятия музыкой. Тут я должен чуть-чуть рассказать об этом более подробно. Ну, во-первых, сначала любимым инструментом Михаила были колокольчики, очень русский инструмент. Но после того, как в новом доме, отстроенном после Отечественной войны, после нашествия Наполеона, а Смоленщина пострадала во время этого нашествия, отец установил инструмент, и Глинка переключился на фортепиан. И вот там же, в этом новом отчим доме, дядя Глинке, дядя Афанасий давал такие творческие вечера, да, где играл оркестр, состоящий из крепостных. И вот, собственно, те песни, услышанные Михаилом Ивановичем в ребячестве, в детстве, сыграли ключевую роль в том, что в дальнейшем он стал разрабатывать именно народную музыку. Конечно, свой отпечаток чуть позднее оставило и восстание декабристов зимой 1825 года. Но прежде чем создать свое великое, Глинка должен был пройти большой путь. Он должен был изучить лучшие примеры и образцы европейской культуры. Так и произошло. Из-за плохого здоровья он покинул Петербург, отправился сначала на Кавказские минеральные воды, а затем в Италию, где посещал лучшие оперы и театры. А когда вернулся в Петербург, то на одном из вечеров, где бывали Гоголь, Пушкин, Адоевский, Глинка заявил, что хочет создать подлинно национальную русскую оперу. Ну, заявление было смело, и поэт Жуковский тут же предложил сделать ее, эту оперу, на основе судьбы Ивана Сусанина, русского крестьянина, героя-подвижника, отдавшего свою жизнь за спасение Отечества. Вот так, собственно, появилась великая, легендарная, основополагающая опера Иван Сусанин, которая позднее стала называться «Жизнь за царя». Глинка работал над ней отчаянно, самозабвенно, и его, как то говорится, усилия не прошли даром. Жизнь за царя действительно оглушительный успех имела, просто оглушительный. Да, Глинка не получил за нее ни рубля, что примечательно, но царь Николай I, бывший на премьере, он пожаловал Глинке перстень стопазом. В восхищении Пушкин написал ироничные, но хвалебные стихи, а песня «Славься» из финала оперы стала чем-то вроде неофициального гимна Отечества. Вот слово «недавно» на инаугурации президента Владимира Владимировича Путина звучало как раз-таки это произведение «Славься» Михаила Глинки. В общем, успех, фурор, казалось бы, открыли все двери, распростерлась взлетная полоса и только ввысь, только к новым победам. И действительно, Михаил Иванович, не останавливаясь, замыслил просто колоссальное произведение. Оперу «Руслан и Людмила» по произведению, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина. Глинка даже хотел работать над этой оперой вместе с Пушкиным. Но, друзья, в России очень часто так бывает, что гении либо кончают террористически, либо мучаются непризнанные, недооцененные при жизни. Вот и судьба Глинки, к сожалению, подчеркну, к сожалению, оказалась, ну, такой местами разбитой, петляющей, ухабистой дорогой. Подъем-спуск, подъем еще больший спуск. И моменты триумфа сменились неудачами. Трудности в семейной жизни, прессинг, непонимание супруги, как это знакомо, зависть коллег, невозможность реализовать колоссальный масштаб своих замыслов. Все это, знаете, будто черная туча нависала над Глинкой. И, конечно, прежде всего он страдал от непонимания окружающих, близких, а может быть и в первую очередь близких. И вот в 1836 году француз Дантес смертельно ранил великого русского поэта Пушкина. И так порвалась связь, нить, которая объединила двух национальных гениев, Александра Сергеевича и Михаила Ивановича Глинку. Вот, к слову, я не сказал об этом вначале. В свое время их познакомил Кюхля, он же Кюхельбекер, друг Пушкина, и так, на секундочку, гувернер в семье Глинки. Но мы возвращаемся. Глинке пришлось работать над оперой Руслана и Людмила самому. Он работал, опять же, самозабвенно. Он ездил по империи в поисках певчих, заодно спасался от семейных неурядиц, находил певчих, растолковывал, каким должно быть либрето к опере, уговаривал, пояснял все декораторам, но в итоге не сложилось. Публика, к сожалению, не восприняла, не оценила оперу Русланы и Людмилы. Не смогла понять масштаб, прежде всего. Царская семья вышла прямо во время премьеры из зала, ну а публика шикала, шикала, шикала. Да, потом поставят той зимой еще 32 раза оперу, но Глинка, к сожалению, будет уже за границей, где вновь станет искать себя. Там он пытается завоевать уже европейскую публику, получается не очень. Он мечтает написать симфонию Тараса Бульба, однако не складывается. Иностранная публика не принимает композитора, хотя вроде бы неплохо он начинал в Париже. А потом Крымская война, конфликт Франции, Англии, Турции, Сардинии с Россией. Глинка вынужден переезжать с места на место. Своё последнее пристанище он находит в Берлине и умирает от обострившейся болезни печени. Вот рассказывают, что похороны были очень скромными, и композитор Драгомышский, один из немногих из музыкальной среды, кто присутствовал, на похоронах Глинки заявил, что, мол, впечатление такое, будто маленького человека провожают в последний путь. Хотя Глинка, конечно, никаким маленьким человеком не был. И уже вскоре, опять же, как я уже сказал, как-то часто бывает, его величие, его талант признали. Через, по-моему, несколько десятков лет его прах перевезли на Смоленщину. Ну, а вся, практически вся классическая музыкальная русская школа считала своим авторитетом, своим учителем именно Михаила Ивановича Глинку. Ну, вот тут я процитирую не кого-нибудь так, на секундочку, а Петра Ильича Чайковского. Вот что он сказал. «Вся русская симфоническая школа, подобно тому, как весь сдуб в желуде, заключена в симфонической фантазии Камаринской». А вот слова, друзья, тоже приведу их, критика Владимира Стасова. Смотрите, что он пишет. «Глинка в такой степени соответствовал потребностям времени и коренной сущности своего народа, что начатое им дело процвело и выросло в самое короткое время и дало такие плоды, какие неизвестно когда были в нашем Отечестве на протяжении всех столетий». Представляете, какие сильные слова. И почему я привел две данных цитат? Привел я, чтобы проиллюстрировать, во-первых, принципы, которым я сказал вначале, говорим об актуальном, вспоминаем классику, а во-вторых, чтобы показать величие Глинки. Ведь смотрите, сейчас очень много разговоров о том, что надо новое, что-то свое. И вот, пожалуйста, Камаринская, легендарная композиция, да. Ведь смотрите, в создании ее что делает Михаил Иванович? Он руководствуется исключительно своим внутренним чувством. Он не боится экспериментировать. Он берет народные мотивы, которые в то время считались, скажем так, низким жанром, и объединяет их с классическими традициями европейских гениев. И это ему удается. Это у него удается, блестяще ему это удается. И на выходе мы получаем новый жанр, новое направление, в котором сочетаются и русский дух, и европейский пафос. То есть они не давят, не вступают в противоречие друг с другом, а наоборот, гармонично дополняют друг друга и являют принципиально новое звучание. Вот такое мог сделать только Михаил Иванович Глинка, подлинно русский гений. Ведь смотрите, гений – это тот, кто создает то, о чем другие помыслить-то не могли. Почему русский гений? Да потому что Глинка, без сомнения, прежде всего, принадлежал именно своему народу, более того, именно им он и вдохновлялся. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Сергеевич Беседин. Берегите себя, своих близких, помните, жизнь только подражает литературе. Почему литературе? А ведь мы говорили о музыке. Да потому что текст, литература – основа любого искусства, даже столь великого, как произведение Глинки. Так что до новых встреч, удачи вам, мира, любви и терпения.